Внимание! Лицам возрасте 13 лет и младше просмотр запрещен. Все совпадения с реальными людьми или событиями случайны. Видео возможно употребление нецензурной лексики и бла-бла-бла-бла-бла. Вы меня поняли. Короче, всем хорошего настроения и приятного просмотра. Суставы в экшн-фигурках Всех приветствую! В этот раз я решил поговорить о насущной теме экшн-фигурок. О суставах. Я хочу рассказать и показать, какие суставы бывают и их функции. Если они могут быть какими-то неожиданными. Один мой знакомый разделил суставы на 4 категории и пожалуй я перечислю их вам. Первое. Суставы на пене. Обычно суставы в Marvel Legends. Самое днищенское решение, но и самое дешевое. Сфера видные. Как в тех же Фигмах и Рево. Реалистичны суставы. Обычно их можно встретить в серии с SH Figurats. Мафикс и фигурках от Thousand Toys. Бесшовные тилоиды. Об этом позднее. Основные виды суставов. Первое. Сгиб. Хинж. Этот сустав используется для элементов, которые нужно согнуть. Обычно это включает в себя отдельный стержень, который проскальзывает через детали, похожие на петли двери. Одинарный сгиб. Single Hinge Twist Joint. Типичный сгиб. Он бывает как частью сустава, так и самим суставом. К примеру, сгиб в торсе на кон. Второе. Поворот. Свиву. Этот сустав используется для элементов, которые необходимо поворачивать. Обычно задействованы только две части, одна из которых вставляется в другую с помощью комышка в форме гриба. Третье. Шарнир. Бом. Сокет. Бом. Джоинт. Это соединение используется для элементов, которые должны наклоняться во всех направлениях. Это именно то, на что это похоже. Шар, который попадает в гнездо. Обычно с чем-то прикрепленным к мячу. По своей конструкции шаровые розетки могут функционировать как шарнир и шарнир. Но диапазон подвижности очень ограничен. Четвертое. Наклон. Пивот. Технически это работает как поворот, но точка поворота, как правило, смещена от центра участвующих частей. Или находится в иной плоскости. Побочные и совмещенные. Двойной сгиб. Дабл хинж. Сустав. Состоящий из двух сгибов. Часто применяют в локтях и коленях. Сгиб поворот. Сливом хинж. Сустав с поворотом с одной стороны и со сгибом с другой. Применялись в фильмах до двухсотой. Все еще применяется в Marvel Legends. Чашевидный поворот. Капт с вивом. Поворот, при котором одна из двух задействованных частей находится поверх другой. Обычно для сохранения скульпта фигурки. Кат джойнт. Поворот, находящий на скульпте и при его задействии скульпт ломается. Также часто встречается в Marvel Legends. Магнитный поворот. Магнетик свивом. Поворот, что состоит из магнитов. Довольно редкое решение и в основном является кастомом. Заменяемый поворотный сустав. Свеппабон свивом. Поворот на пеге, который можно достать. Сгиб с двумя поворотами. Дабл свивом хинж. Сгиб, на концах которого находится пеге для поворота. Очень распространенный сустав. Также его часто называют мультисуставом. Бонг хинж свивом. На одном конце шарик, на другом пег, а между ними сгиб. Шарнир с наклоном. Бонг хинж. Сустав, состоящий из сгиба, на конце которого находится шар, который вставляется в соки. Гантелька. Барбон джойнт. Панка с шарнирами на обоих концах. Шарнир поворот. Бонг свивом. Соединение с шаром на одном конце и поворотом на другом. Поворотная часть может показаться излишней, но она позволяет поворотному элементу поворачиваться независимо от шара. И, как правило, даже по другим углам. Прорезиненный шарнир. Слифт бонг сокет. Некоторые шары в шарнирах покрыты резиной. Делается это для увеличения жесткости. Но поверьте мне, это худшее решение, что можно было придумать. Текстурированный шарнир. Текстур бонг сокет. У некоторых шаровых розеток на поверхность нанесена текстура для увеличения жесткости. Наклон со сгибом. Пивот хинж. Сустав, с одной стороны состоящий из наклона, с другой из сгиба. Баттерфлай джойнт. Суставы данного типа имитируют подвижность человеческих и не только лопаток. Трещотка. Рэчет джойнт. Сустав, в котором для большей жесткости добавлена пошаговая подвижность. Трещоток бывает несколько типов. Ревлонг джойнт, сферической и полоскостной. В чем различие? Первый тип представляет из себя уникальную технологию компании Кайода. Данные суставы представляют из себя внешне типичные суставы тех же фигм, но лишь с той особенностью, что они с пошаговым движением, а не со свободным. Также они держат фигурки в определенной позе намного лучше обычных суставов. Хотя и те выполнять свою работу обычно на все 100. У вторых, внутри трещотка и пружина находятся в сфере, в суставе. Пружина давит на кольцо с зубцами, прижимая его к внешней детали сустава, где также расположены зубцы. Третий же напоминает шестеренку, к которой подведен обычно прямоугольный элемент с зубцами на пружине. Y-гроч. Когда сустав в ведре расположен под углом. T-гроч. Поясной сустав в форме перевернутой буквы T. Опускающийся сустав. Swing out joint. Обычно используется для увеличения подвижности в бедрах. Выдвигающий сустав. Те же поршни. Sliding joint. Сустав, обычно передвигающийся по пазу или банке. Бесшовные тилоиды это тема фигурки с металлическим каркасом, обтянутой силиконом в форме тела. Каркас может быть как составной, так и со стальной проволокой, способный гнуться. Это отдельная инновация в сфере коллекционных фигурок по типу Hot Toys. Им также можно давать тканевую одежду, менять головы, кисти и так далее. А с января этого года появились тилоиды в формате 1.12 со всем, что должно быть у человека, кроме волос на теле и родинок. Также хотел бы выделить интересное решение в линейке SH Figure Arts. В бедре установлен шарнир, использующийся как поворотный сустав, но в то же время его при желании можно немного наклонить. Смысла в этом я особо не вижу, но задумка интересная. А также интересное решение в фигурке Килли от 1000 Toys. Его бедра посажены на шарнир, который закрыт резиновым элементом. А также сам шарик не полностью круглый, а с выступающим пином, который при соединении с сокетом превращает шарнир в мультисустав.